На наш портал поступил вопрос, что такое пассия? Пассия – это достаточно некрупное богослужение по длительности, которое посвящено воспоминанию страстей Христовых. Как богослужебное последование, она представляет из себя вечернюю, в которую включено чтение Акафиста страстям Христовым и соответствующего евангельского отрывка, который повествует о искупительной мессии Спасителя. Как правило, пассий в рамках поста совершается четыре, по числу евангельских фрагментов, которые будут на них прочитаны. Изначально пассия имеет западное происхождение и продиктована своим возникновением во многом логике католического богослужения. Хотя сами тексты, из которых составлена она как чинопоследование, являются безусловно образцами православной гимнографии, поэтому иметь какое-то предосудительное отношение к этому чинопоследованию ни в коем случае не стоит. Более того, с 2019 года синодальным решением пассия включена в богослужебное чинопоследование нашей церкви. При этом служение ее не является обязательным, как, например, литургия прежде священных даров в рамках Великого Поста, а так или иначе связана с тем богослужебным уставом, который существует в рамках того или иного прихода. Связано это в том числе и с тем, что по времени своей формулировки в нынешнем ее виде пассия является достаточно поздним, по времени возникновения богослужения, относящимся примерно к XVIII веку. В то время как устав в том виде, в котором он существует, например, в русской православной церкви, как бы фиксирован периодом конца XVII века. Поэтому, соответственно, пассия однозначно отсутствует внутри устава, и служение ее является факультативным. Замечу, что пассия на самом деле имеет, мне кажется, очень важное значение в рамках нашего богослужебного круга на нынешнем этапе нашей действительности. Потому что в абсолютном большинстве случаев обычный мирянин не имеет возможности в рамках будних дней недели присутствовать за великопостными богослужениями. Для этого он может выделить день воскресный, день Господень. И поэтому в вечернее время воскресенья служащаяся пассия прекрасно помогает ему собраться с мыслями, обратиться сердцем к искупительному подвигу Спасителя. И в общем и целом сохранить фокус поста, вот эту сосредоточенность и определенную нацеленность. Так как мы видим, что пост завершается страстной неделей и расцветает светлым Христовым воскресением. Пассия в этом смысле хороший помощник в этом. И сам текст Акафиста достаточно просто, ярко и поэтично говорящий о искуплении, которое совершает Христос. И сами евангельские отрывки, говорящие о подвиге Спасителя, прекрасно этому способствуют. Более того, Священный Синод отдельно заостряет внимание священнослужителей на том, что такого рода чинопоследование, конечно, обязательно должно сопровождаться должного вида проповедью. К тому, чтобы этот евангельский текст вошел в сердце всякого слышащего его, а в этом священник должен быть первым помощником. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.